Ну и теперь приступаем к моему вечернему уходу. В последнее время я в основном пользуюсь тональными средствами, которые не являются биби-кремами. Поэтому в основном я просто умываюсь какими-то средствами без масла. И последнее вот такое средство, мною любимое, это от Шесейда. Мне это средство очень нравится, оно прекрасно снимает, мне так кажется, что оно прекрасно снимает остатки макияжа. Но до того, как я наношу это средство на свое лицо, сначала я снимаю макияж с глаз мицеллярными растворами, снимаю макияж с лица. И только потом я уже начинаю умываться вот этим средством. Я наношу это средство на ладони, вспениваю, наношу пену на лицо, хорошо очень массирую лицо и потом спонжем коньяку, коньяку, как правильно он называется, я еще прохожусь по пене, по лицу и потом умываюсь. Мне кажется, что я умываюсь прямо до скрипа и лицо действительно прямо вот, можно сказать, поскрипывает. То есть у меня впечатление, что я его вымываю, вот действительно вымываю. Раза в неделю после умывания я делаю скрабирование. Это либо вот таким вот легким крем-пилингом, который все-таки, ну конечно же, конечно не пилинг, это действительно обычный легкий скраб. И один раз в неделю я пользуюсь вот этим скрабом, а один раз в неделю я пользуюсь всеми любимым вот этим скрабом. Но, девчонки, хочу сказать, что вот этот скраб все-таки, он очень абразивный. Вот эти вот частички абрикосовых косточек действительно очень сильно царапают кожу. Поэтому я, например, я им пользуюсь, мне нравится, как он снимает верхний слой шелушения. Но я им в основном пользуюсь, когда вот у меня крылья носа вот здесь немножко зашелушились. Вот тогда я его хватаю и начинаю. То есть здесь я активно им пользуюсь в области вот около носа. В остальных местах я его даже сильно не растираю. Я просто мочу пальцы и аккуратными движениями, прям аккуратно-аккуратно, еле-еле, я там что-то возюкаю. Но мне кажется, что он действительно очень абразивный, поэтому очень-очень. Следующий мой уход это уже кислоты. У меня есть вот такая вот пенка от Marjorie с ахокислотами. Этой пенкой я умываюсь два раза в неделю. Я не умываюсь ей каждый вечер, два раза в неделю. Если я не применяю скрабы, я умываюсь вот этой пенкой. И после этой пенки я тогда обязательно наношу на ночь вот такой вот альфа-крем. Жемчужный альфа-крем. Активный крем для обновления, осветления и контурирования лица. Тоже от компании Marjorie. Хочу сказать, что прям вот сильного эффекта, вот прям сразу вау, я не вижу. Но я знаю, что от кислот сразу эффекта не будет. Идёт постепенное обновление клеток. Поэтому вот эти два продукта я наношу два, ну иногда бывает три раза в неделю, на ночь. И обязательно в компании друг с дружкой. Также я приобрела себе вот такой поверхностно-химический пилинг от Коры. Хочу сказать, что я этим пилингом пользовалась раньше, года два назад. Он мне безумно нравился. От него эффекта сразу нет. То есть им нужно пользоваться постоянно. И если вы начинаете им пользоваться, наверное, первый раз пять, кажется, что вообще вот, ну, совершенно никчёмный крем-пилинг, который абсолютно ничего не делает. На самом деле он делает. Просто им надо пользоваться регулярно, как минимум два раза в неделю. И тогда вы действительно увидите обновлённое личико в зеркале. Я про этот крем, честно скажу, забыла. Раньше он был в банке. У него сейчас новая упаковка. Но посмотрела Анютку Купер и вспомнила про этот пилинг. Еле-еле его нашла, купила. И вот с удовольствием его сейчас использую. Мне очень нравится. Его я наношу не на 10 минут. Я его наношу где-то минут так на 25-30. Наношу, в ванной с ним полежу. Очень мне нравится. Очень всё хорошо. И, ну, как-то мне нравится после него ощущение. Мне нравится после него впечатление. Но его я использую. Его я использую вкупе с вот таким вот косметическим маслом. Я умылась из Сейда. Дальше я нанесла химический пилинг на 25-30 минут. Дальше я протёрла лицо Киллз. После этого я взяла, побрызгала. У меня есть гидролат. У меня есть термальная вода. У меня есть гиалуроновая вода. Чем-нибудь я побрызгала своё лицо. Взяла 2-3 капли обычного масла косметического на ладошку. Растёрла, разогрела это маслице. И нанесла похлопывающими движениями, как рекомендует компания Киллз, наносить масло. Нанесла вот так это косметическое масло. Вот эта пара, мне кажется, так работает великолепно. Это моё личное мнение. Мне на утро очень нравится лицо. Больше я ничего не использую. То есть химический пилинг. И следом я наношу маслице. Не знаю, правильно я делаю или нет, но мне очень нравится результат. Для глазок на ночь я продолжаю использовать знаменитый крем с авокадо от Киллз. Он у меня уже начинает подходить к концу. В дневное время мне показалось, что он немножко жирноват. А на ночь мне кажется, что он великолепно увлажняет кожу. И мне очень нравятся ощущения и впечатления после нанесения этого крема. Также периодически я использую ещё вот такую очищающую маску от Киллз. Я вам её уже давно показывала. Посмотрите, какой у неё расход. Мне кажется, что она не закончится никогда. Я её использую без всяких каких-то там графиков. То есть если я вижу, что у меня подзабились поры на носу, я начинаю использовать эту маску. Я её наношу на 10 минут именно на область носа. Потому что мне кажется, что она мне очень хорошо высушивает лоб. И я её использую активно вот на область носа, на подбородок. Как-то я её для этой цели очень активно использую. Мне очень нравится, как она там действует. И я её использую без каких-то графиков. Я могу её использовать и 4 раза в неделю, и 7 раз в неделю. И в принципе не использовать вообще, но по надобности, по мере необходимости. И ещё один крем, который я в последнее время тоже очень активно использую. У нас сейчас не минус на улице, но у нас всё равно вот эта сырая противная погода. В нашем городе как бы 0 и плюс 2, минус 2 очень тяжело переносится. У нас очень сильная влажность в городе. Поэтому ветер, влажность даёт очень неприятные ощущения на лице. И какие-то питательные крема, конечно, я вам уже показывала, что я использую. Но они мне не нужны очень часто. Я купила крем 100 рецептов красоты. Так он у меня стоит неоткрытый. Потому что я вспомнила, что у меня есть вот такой крем. Палочка-выручалочка, которую я вообще очень люблю на самом деле. Нежной любовью. Я могу и руки им намазать. Я могу и даже намазать им пятки. Если там что-то уж летом у меня бывает, уж чересчур в шлёпках набегалось. В данный период времени мне очень нравится наносить на область лба. Увлажнять как-то свою область лба. Например, гиалуроновой водой. И взять этот крем. Просто я тоже растираю его, как маслица. Растираю между пальчиками и похлопывающими движениями тоже вбиваю в лоб. Мне кажется, что он действительно увлажняет и действительно напитывает мой лоб. У меня, конечно, там проблема есть на лбу. Я вижу, там есть у меня хорошие глубокие четыре морщины, которые, конечно, каким-то образом нужно хотя бы визуально убирать. Вот в данный период времени я пользуюсь Невея. Я не знаю, мне кажется, этот крем будет всегда всем помощником. Его можно использовать и для детей, и для мужчин, и для взрослых женщин, и для молодых девушек. Какой-то универсальный такой продукт, который абсолютно недорогой, но который подходит практически для всех, для всех типов кожи, для всех возрастов. Ну, и, в общем-то, это мой фаворит, скажем так, среди кремов. Ну, вот такой у меня уход в зимний период времени. Если вас интересует уход с процедурами, конечно же, я вам сниму такое видео. Я буду очень рада, если вы напишите о тех продуктах, которые нравятся вам в уходе за своим лицом в зимний период времени. Давайте дружить в соцсетях, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok